Президент Украины сегодня побывал в Ивано-Франковской области. В сельскую школу Петр Порошенко приехал на последний звонок. Он запустил новую линию на цементном заводе, а в Еремче принял участие в Карпатском форуме регионального развития. Ивано-Франковск цемент. Один из крупнейших производителей в Украине. В прошлом году здесь начали строительство третьей линии. Сегодня ее запустил президент. По его словам, это дополнительное поступление в бюджет и новые рабочие места. А еще возможность отправлять свою продукцию в страны Европы. Дуже важно, что угодой про социацию с Европейским Союзом сегодня использовалась большая часть производителей. На сегодняшний день у нас продукция экспортуется до Польши, Румынии, Хорватии, Латвии, Литвы, Эстонии, Угорщины и многих других стран Евросоюза. Это является ярким прикладом эффективности нашей экономической политики. Помимо экономических вопросов, глава государства говорил и о событиях на Донбассе. Президент исключил две крайности. Ура-патриотическое наступление, которое может стоить миллионы жизней, и капитуляцию. А решение Совбеза ООН о наведении миротворческого контингента назвал первым шагом к достижению мира. Во второй половине дня президент отправился в Яраемче, где принял участие в Карпатском форуме регионального развития. Чиновники, депутаты, главы объединенных территориальных громад говорили о развитии горных сел в условиях децентрализации. Мы считаем, что горные территории уникальны. Лесистость превышает 60-70%, а иногда и 90%. И в таких возможностях подходить к местным бюджетам является мизерным. По словам президента, местные власти не должны хранить деньги на депозитах. Участники форума также обсудили и важность создания стратегии регионального развития. В документе должны быть учтены все региональные особенности страны. Тогда жители горной местности, наравне с другими, смогут получить гарантии защиты своих прав. Марина Григорян, Жанна Дучак, Зиновия Автонас. Подробности, телеканал Интер, Ивано-Франковская область.